Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня наконец-таки укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем разбирать бой. На самом деле, я не планировала в данном курсе рассматривать, что же такое бой, как петь одновременно и играть бой, но вы меня так сильно просили, что я решила посвятить бою отдельное видео, а не только голопом по Европам рассказать, вот тут мы зажали, вот тут мы сыграли, все готово, бой у нас есть. Но в этом длиннейшем видео я вам расскажу, как же правильно играть бой и обо всех его нюансах. Погнали! И перед началом, чтобы разбирать, что же у нас такое бой, давайте мы все-таки проговорим, что же такое бой. Бой, это не просто, когда мы елозим пальцами туда-сюда по струнам, нет, все-таки если выражаться чуть музыкальнее, то бой это способ игры на струнных инструментах, при котором мы играем несколько струн одновременно. И, конечно, первонаперво нам нужно разобрать, как же правильно держать инструмент в руках, поэтому разберем каждую руку отдельно. Разберем левую руку. Левая рука у нас состоит из того, что между большим и указательным пальцем у нас есть вот такая вот выемка, видите, да? И мы как раз вот на эту выемку кладем гриф. Вот у нас гриф, вот положили. Наш большой палец не участвует в игре, он держит наш гриф, и это самая главная его задача. И если мы вот таким вот образом сейчас будем ржать укулеле, то вы понимаете, что вся опора идет как раз на большой палец указательный, то есть как раз на вот эту вот выемку между ними. Разберем наши пальцы. Пальцы у нас играют как бы округленно, округленно, да? Вот, округленно. Не вот так вот, никогда не держите руку вот таким вот образом, она у вас слишком прямая. То есть из-за того, что мы держим пальцы как бы очень плоско на поверхности, у нас будет пренапряжение. И когда мы будем играть, мы будем играть слишком пережимая пальцы. То есть вот так вот, когда у нас пальцы пренапряжены, это неправильно. Когда у нас пальцы стоят округло, это у нас значит правильно мы держим пальцы. Также нужно следить, чтобы наш большой палец не скатался вниз грифа. Потому что если наш большой палец ускользнет вниз, то у нас потерялась опора, и наши пальцы не будут иметь возможность на что опереться. То есть у нас как раз идет опора на большой палец, когда мы играем. У наших пальцев есть опоры, и за счет этого они могут играть округло. Также старайтесь, чтобы ваш большой палец не задевал струны, то есть чтобы он не глушил четвертую, третью. Нет, он вот держит гриф и все. Я понимаю, что для кого-то сейчас звучит очень все супер музыкально непонятно. Поэтому, чтобы до конца понимать, о чем я сейчас говорю, вы можете взять сразу инструмент и смотреть на свои пальцы. Потому что правильность держания инструмента это гарантия хорошей игры. Далее. Теперь разберемся с правой рукой. Правую руку мы как бы положили на инструмент. То есть спокойно пока положили, все. Теперь начинаем проверять. У нас присутствует как бы небольшая точка опоры вот как раз на вот этой части руки. Как бы мы поставили эту точку опоры и пока положили руку. Все. Теперь начинаем разбирать. Наша кисть не должна быть слишком поднята и слишком прижата. Нет, мы просто положили руку, теперь она у нас в спокойном состоянии. Мы можем играть как в начале грифа, так и около розетки, то есть около вот этого пространства круглого. Наше положение руки никак не повлияет на наш звук. Если у нас начинает болеть кисть, то значит перенапрягли, как всегда, руку. За этим, пожалуйста, следите, чтобы наша рука никак не защемлялась. Вот тут вот если мы чувствуем боль, значит мы, естественно, поставили неправильно руку. Еще раз повторим. У нас есть небольшая точка. Поставили, положили руку спокойно. Вот она на спокойном положении. Не вот так вот, не вот так вот. Спокойно положили. Можете играть как в начале грифа, так и около розетки. Теперь разберем, как же правильно держать руку при игре боя. Бой мы можем играть несколькими способами. Как большим пальцем, это когда мы играем вниз. Так, указательным, это когда при движении вверх. Также мы можем играть смешанно, то есть большим пальцем мы играем удар вниз. Указательным пальцем мы играем удар вверх. Также можем играть только большим пальцем и удар вниз, и удар вверх. Только заметьте, когда мы играем удар вверх Так как наш большой палец немножко отличается от всех пальцев, то есть он вывернут Когда мы будем играть удар вверх, то у нас будет звук такой Слышите, да? Потому что наша ногтевая пластинка задевает струны Также можем играть и удар вверх, и удар вниз указательным пальцем Самая главная задача следить за тем, как у вас идут пальцы, то есть не перенапряжены Если у вас будет что-то зажато, у вас будет, во-первых, нервная игра Вот это вот, вот тут что-то непонятное, где-то палец вообще может застрять Поэтому спокойно, расслабленно играем Попробуйте разные способы сыграть, только вниз, допустим, большим наверх, указательным Или можете только большим сыграть, или только указательным Посмотрите, какой способ вам наиболее удобен Мы играем только двумя вот этими пальцами, остальные пальцы у нас не присутствуют в игре То есть мы не как веером Существует различное множество игры в разных стилях, где применять у нас остальные пальцы Но чаще всего мы играем или большим, или указательным Те пальцы, которые мы не играем, это неудобно, это некрасиво Поэтому лучше их собрать, чтобы они нам не мешали, что-то не задели Собрали спокойно и играем Теперь разберем, как же правильно играть этот бой Самая главная задача, как я вам сказала ранее, это не перенапрягать руку Она у нас должна вести как бы плавно За счет того, что если мы напрягаем палец, у нас вот он вот все, замер Когда мы начинаем играть, у нас он как будто ударяется об терку И вот получаются у нас такие резкие движения И как раз из-за этого некоторые струны могут супер громко звучать, а некоторых вообще не будет слышно Для этого нам нужно расслабить палец То есть вот он в спокойном положении Когда он не зажат, вот он, спокойно Что большой, что указатель И мы стараемся как бы плавно вести На начальном этапе наша главная задача Это чтобы наши струны звучали одинаково Чтобы каждую струну было слышно Для этого нам нужно не напрягать палец и спокойно вести Также заметьте, что я, когда играю бой, я не останавливаюсь на первой струне Я прохожу чуть дальше Так же и тут Если мы поставили правильно точку, как я вам сказала чуть ранее Вот у меня есть точка, я положила руку То у меня играют пальцы То есть я не играю самой кистью Вот этой частью я не играю То есть у меня кисть не идет раньше, а потом идут пальцы Нет, я поставила руку, у меня сами пальцы играют Ладонь как бы у меня на одном месте Проверьте теперь, как вы играете и как играю я Если вам что-то непонятно, поставьте на паузу, потренируйтесь Теперь разберемся с рисунками боя Бой обычно пишут стрелочками Если мы играем удар вниз, значит у нас стрелочка вниз Если мы играем вверх, соответственно будет написано стрелочка вверх Также существует такое понятие, как заглушка Для этого нам нужно понять, что же такое заглушка Я вам сейчас играю маленький рисунок боя Слышите, что вот этот звук и есть заглушка То есть мы глушим струны Эта заглушка может писаться как какой-нибудь крестик или звездочка Но смысл один Первый вариант заглушки это может быть как кулачок Представьте, как будто мы стучим в дверь Но не нужно сильно бить по инструменту То есть аккуратно заглушили струны Если вы будете бить по струну, то это будет выглядеть примерно так Сильно бить по инструменту не надо Она вам плохо ничего не сделала Также вы можете заглушку бить целую ладонью Как и с боем, вы можете играть в начале грифа или под розетку Но я вам советую играть в начале грифа Потому что инструмент маленький и вам удобнее будет положить руку Ну а какую же из заглушек ставить или открытую ладонь или как бы кулачок Это все индивидуально Поэтому поиграйте и так, и так И определите, какой же вам вариант будет удобен Также помимо заглушки я могу добавить паузу То есть это как бы небольшой промежуток Что как будто мы берем воздух Мы возьмем рисунок вниз, вверх-вниз Пауза, вверх-вниз Представьте, что во время вот этой паузы мы берем воздух Чуть быстрее Что мы должны пока понять про бой Что мы ведем руку плавно Также можем играть бой не только туда-сюда елозе пальцы Но мы можем делать различную динамику То есть мы можем сыграть вниз громко А вверх тише По-другому это получается как акцент на удар То есть мы сделали акцент на удар вниз А наверх мы играем чуть тише Акцентов может быть множество То есть мы можем выделить четвертую, допустим, струну А остальные сыграть тише И получится Разбор на укулеле А теперь с вами разберем вопрос А можно ли играть медиатором на укулеле Кто же у нас такой медиатор? Медиатор это такая небольшая пластинка На экранчике сейчас картинку добавлю То есть у меня сейчас медиатор нет Поэтому взяла карту памяти Которую мы зажимаем большим указательным пальцем Вот таким вот образом И играем При игре медиатором звук у нас, естественно, становится более плоский Но при этом он стал громким А когда мы играем пальцами Звук у нас бархатный, мягкий Медиатором играть на укулеле можно Но моя тактика очень простая Для начала нужно научиться играть пальцами А только потом уже играть медиатором Потому что минус игры медиатором Это у вас не разрабатываются пальцы И вы не сможете потом играть супер хорошо перебор А что такое перебор мы будем рассматривать в следующих разборах До этого момента я думала, что существует медиатор только пластмассовый Но недавно я сидела и прожигала свое время на Алиэкспресс И увидела, что оказывается бывают фетровые медиаторы То есть фетр это такая ткань Поэтому если вам стало интересно, что же такое фетровые медиаторы И как они вообще звучат То я специально закажу и сделаю небольшой обзор Если вы хотите, поставьте пожалуйста лайк Разбор на укулеле Вы можете придумывать бой самостоятельно Все очень просто Для начала вы можете сначала накидать на бумаги Допустим стрелочка вверх, вниз, заглушка вниз, вниз Допустим заглушка Не важно, может быть абсолютно любой рисунок Например, я возьму рисунок вниз, вверх, вниз, заглушка И потом сначала в медленном темпе вы его пытаетесь сыграть Потом постепенно ускоряя темп Нам пока не важно, будет ли ритмичен этот бой или нет Наша главная задача научиться придумывать свой собственный И модернизировать, который мы уже знаем Отрабатывать бой вы можете на заглушенных струнах То есть вам не обязательно тут что-то зажимать Можете просто положить левую руку Чтобы у нас просто звучали вот так вот И уже отрабатывать бой Чем более разнообразный рисунок будет у вас Тем лучше вы сможете потом ориентироваться в остальных боях Ну а на этом все Надеюсь вам это видео было полезно Мы узнали много нового Этот разбор получился немножечко такой теоретический И уже в следующем разборе я вам расскажу Как же правильно подобрать бой И вообще подобрать любой бой к песне Также в раздаточном материале я прикреплю вам небольшую картинку и видео Там есть прям целая таблица различных боев Поэтому посмотрите так же и поиграйте ее Но если вы хотите поддержать мой проект и все мои выходы роликов То вы можете меня поддержать копеечкой Как всегда ссылки тоже в описании Также пожалуйста напишите в комментариях Было ли вам все понятно в этом разборе Если у вас остались какие-то вопросы То так же пишите их в комментариях Я их конечно же прочту и отвечу вам Но меня по-прежнему зовут Дарья Скоро увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok